Некоторые книги произдала от этого «Ультракультура» по суду, которые были очень разупроведены. У меня книга «Культура» произведена по «Калипсису», что в судебном порядке тиражей их уничтожались. Это, на Ваш взгляд, не среди них копия? Да, я в курсе, что уничтожались книги «Ультракультура», возбуждались уголовные дела. И вообще была целая кампания по дискредитации издательства лично. И у меня такое чувство, что это они его убили. И, ну, хотя не прямо, да, он просто, казалось бы, внешне он умер от болезни в Лондоне. Но вот, знаете, вот все как-то так, одно за одном складывалось. То есть его давили, его выдавливали из страны. Его издательство постоянно подвергалось нападкам, гонениям. И, в конце концов, они все-таки добились того, что издательство прекратило свое существование. И они выдавили его самого из страны. То есть они не могли с ним, вот эта серая масса, они не могли с ним сосуществовать, понимаете. И вот, мне кажется, они всю свою энергетику направили на то, чтобы его с карты реальности стереть. Они не могли быть с ним в одном мире. И вот поэтому так произошло, что мы не можем никого прямо обвинить. У меня просто такое чувство внутри меня, что вот так произошло, что он ушел, потому что у него здесь не было места. Он не мог в этом существовать, поэтому он ушел. А то, что вот такие преследования, насколько это оправданно, преследуются книги. Ну, знаете, я вот не скажу, что вообще любые все книги надо печатать, и что никакой тензуры не должно быть. Ну, тут надо находиться в рамках разумного, да. Наверное, все же не стоит печатать книги откровенно человека-ненавистнического содержания, пропагандирующие какую-то идеологию, например, расового предосходства или прочее. Ну, или, допустим, Айн Рэнд, я думаю, нужно запретить. Потому что Айн Рэнд – это книга, просто разжигающая ненависть. Это человеконенавистническая книга, это отвратительная, злая книга. Она написана левой рукой дьяволом. Я не думаю, что не должно быть такого понятия. Вы думаете, дьяволу плохой писатель? А? Вы думаете, дьяволу плохой писатель? Левой рукой. Левой рукой. Левой рукой. Специально. Уделял внимание даже. Это политическая цензура. Но вот у меня есть дополнение, да, я могу высказывать. То есть я не думаю, что вообще не должно существовать каких-то ограничений. Я бы, допустим, запретил Айн Рэнд. Но меня к власти не допустят, поэтому не бойтесь. Но, наверное, должны быть какие-то темы и какие-то книги, что-то должны быть под запретом. Но относительно того, что делал Левьян, я не думаю, что это было оправдано, потому что у него было чутье на эти вещи. Он делал вещи яркие, резкие. Иногда казалось, что какие-то даже против общества, против культуры, против устоев. Но это всегда играло в сторону добра, в конечном итоге. Но для этого надо иметь это чувство. Поэтому очень сложная вещь. Цензура. И чтобы тут не переиграть, наверное, все-таки книги на площадях жить не нужно. Им нужна эта тонкая вещь. И должны заниматься тонкие люди. Продолжение следует... Продолжение следует...